Виктор Владимирович, вот нам задают вопросы, что является запускным механизмом раннего появления кератом, папиллом, вот тех обстоятельств, с которыми человек борется-борется, но они все равно выходят на поверхность, как бы с ними не боролись. В чем тут загвоздка и что на это влияет? На сегодняшний день до 87% населения планеты подвержены воздействию паразитарной инфекции под названием Helicobacter pylori. Развитие ее в организме создает условия для формирования онкопроцессов в желудке и кишечнике. Как предотвратить развитие Helicobacter pylori на организм человека? Об этом мы будем подробно говорить на нашем эфире. Антипаразитарная помощь 24 на 7 для всей семьи. Ссылка регистрации находится в описании под этим видео. Эфир бесплатный. Регистрируйтесь, приходите. Покажем вам безопасные приемы. Ответим на ваши вопросы. Ну, если еще 15-20, грубо говоря, 30 лет назад развитие кератом, развитие пигментных пятен на коже, на лице, на голове являлось признаком безусловного старения, будем так говорить, биологического, то на сегодняшний день, к сожалению, уважаемые коллеги, следует отметить, что преждевременное появление кератом, раннее появление пигментных пятен, указывает, конечно, на колоссальный раннейшие поломки в системе адаптации, в системе иммунологических институтов человека. И, в первую очередь, наверняка, на наш взгляд, на мой взгляд, это связано с тем, что есть достоверная информация о том, что 87% населения планеты подвержено Helicobacter pylori. И, в этом смысле, очень важно понимать, что зачастую недиагностируемое, с точки зрения лабораторной диагностики, обнаружение Helicobacter pylori скрывается за такими очень частыми проявлениями, субъективными жалобами, клиническими проявлениями, как отрыжки, изжоги, запрос желчи в желудок и в пищевод. А свободный доступ к различным препаратам, которые связаны в этой части, как препараты, связывающие сжогу, связывающие отрыжку, конечно, маскирует за собой вот эти изменения, которые происходят при поражении слизистой оболочки желудка, в первую очередь Helicobacter pylori. И формируется своеобразный патологический круг, своеобразный такой вот, будем говорить, патологический инструмент, который, в первую очередь, в очередь, формирует вялотекущие гастриты различных видов, аноцидные, гипероцидные, гипоцидные гастриты. Такие состояния, как опущение желудка, такие состояния, как гастро-дуодениты, такие состояния, как дуоденопанкреатиты. И в этом смысле, конечно, очень важно понимать, что вот, казалось бы, между меланином и мелатонином, большая разница, меланин у нас на коже, мелатонин, мягко говоря, у нас в голове, но нарушение мелатонина, которое приводит к изменению вашего сна, ночного, в первую очередь, отражается на качестве утреннего обмена веществ, утреннего, раннего утреннего обмена веществ. Происходит перенакопление углекислоты в русле крови, которая, в свою очередь, сам по себе, углекислота сама по себе является в большом количестве токсическим продуктом. Нарушается гемоглобинизация, нарушается поведение эритроцитов, нарушаются сроки жизни эритроцитов. От 120 суток, которые в среднем должны эритроциты жить, так сказать, клиренсы жизни уходят резко вниз и составляют от 50 до 70 дней. В этом смысле, посмотрите сразу вверх, влево, что у нас там находится под левой реберной дугой? Находится селезенка. Селезенка традиционно считается органом, который называют кладбище эритроцитов. Эритроциты уходят тогда умирать до срока, соответственно, в связи с этим механически включается лейкоцитарное представление крови, включается большое количество белой крови, появляется большое количество тромбоцитов, появляется большое количество лейкоцитов, моноцитов, базофилов, нейтрофилов и далее по списку. Чем это грозит? Это грозит изменениями со стороны форменных элементов, это грозит нарушением формулы белой крови. Вот отсюда огромное количество рака крови. С другой стороны, с правого подреберья, что мы с вами видим? Частая боль в области правого подреберья, это перераздражение печени, это различные виды дискинезий, от слова дис, нарушение кинез-движения, желчи. Это первичные могут быть, так называемые, деформации непосредственно самого желчного пузыря. Это могут быть вторичные, рефлекторные, которые тянут за собой что? Тянут за собой формирование осаночных остеохондрозов, тянут за собой нарушение осанки, тянут за собой опущение, еще раз говорю, желудка. В этом случае, что у нас получается? Получается нарушение тех институтов, которые занимаются соединительно-тканным нашей организацией. Это уровень коллагена, уровень эластина. Вот здесь у нас тут же появляется меланин. Нарушается выработка меланина, нарушается цвет нашей кожи. Нарушается цвет нашей кожи, нарушается весь вот этот конгломерат поведения эктодермы, эндодермы. Отсюда, в общем-то, шелушение, отсюда нейродерматиты, отсюда нейродермиты. И, соответственно, как реакция на то, что у нас не хватает меланина, защитного свойства нашей кожи, что происходит? Происходит резкое роговение нашей кожи, вот появляются пигментные пятна, вот появляются кератомы, вот появляются кератозы, которые потом поддерживаются уже вот этим инструментом, включившимся в системе нарушения обмена веществ. в виде изменения коллагена, я подчеркиваю, в виде изменения коллагена, в виде изменения коллагена с точки зрения эластинизации, с точки зрения эластина, что у нас появляется? Появляется грубая кожа, которая сама по себе напоминает нам, что шегриневую кожу, она грубая, она не питается лимфатической системой, она не обрабатывается, в лучшем смысле этого слова, кровеносными сосудами, она теряет свою эластичность, с точки зрения соединения, по отношению к нашим сегментам, по отношению к позвоночнику, по отношению к этим всем, связанным перифокальным, будем говорить, вокруг, есть такое ругательное слово, перифокальное, вокруг, которое напрямую связано с тем, как наш мозг реагирует на те или иные проявления, вплоть до того, вплоть до того, что сейчас резко увеличилось количество серингами ИЛИ. Если раньше, 50 еще лет назад, серингами ИЛИ, это нарушение чувствительности межсегментарной, ну, нас как студентов, нас как курсантов Академии, показывали это редкие случаи, то сегодня, условно сегодня, особенно после COVID-19, количество серингами ИЛИ резко увеличивается, резко увеличилось. Резко увеличилось количество отеков непосредственно спинного мозга, резко увеличилось количество стенозов непосредственно спинного мозга, стенозирование спинномозгового канала. На чем это будет отражаться? Это будет отражаться, как в системе испорченного телефона. Периферия, грубо говоря, посылает свой сигнал через позвоночный столб, там идет нарушение. На себе, говорят, мне надо показывать, я на себе покажу. Вот идет, условно говоря, вот вдоль сегмента, или переднего, или бокового, или заднего, идет изменение сигнала. Как будет мозг на это реагировать? Мозг будет реагировать извращенным сигналом. Вот увеличивается количество кератозов, вот увеличивается количество пигментных пятер, и так далее, и так далее, в этом смысле. Что мы должны делать? Опять мы возвращаемся к банальным вещам. Некоторые из вас, я неоднократно уже говорил, нас упрекают с Татьяной Алиной. Вы об одном и том же, об этом доктор Желч, об этой Желчи, об этой печени, одни и те же упражнения вы показываете. Такое впечатление, что вам больше ничего показывать, и ничего рассказывать. Нет, нам есть что рассказывать, и нам есть что показывать. Но дело в том, что все наши упражнения, и все наши привязки к биологически активным точкам и зонам, они носят свой конкретный характер, они градуированы. Они градуированы. Слово градус вам показано, в смысле, знакомо градус, или вам градус только показан в части крепости алкоголя. Я прошу прощения за тональность. Понимаете, вот ровно так же, или мы делаем Братство колец на этом уровне, или на этом уровне, или на этом уровне, или мы делаем упражнение силы бамбука на этом уровне, на этом уровне и на этом уровне. И в связи с этим, каждому из этих положений нашей бескисловодной гимнастики, извините, я сам себя перебиваю, мы привязываем биологически активные точки, которые в каждом конкретном случае, в каждой конкретной прописи, сигнатуре, будут иметь свое конкретное интимное приложение, интимное применение, интимная завязку. Это не одна большая золотая таблетка, которую взяли и отломили зеленый край от живота, желтый край от головы, синий край еще хрен знает от чего. Это очень серьезная, кропотливая работа. И поэтому, когда мы говорим о необходимости купирования, и когда мы говорим, почему не получается, вы задаете вопрос, а почему не получается избавиться от пигментов? Да потому, что вы не восстанавливаете печень. Вам не нравится моя тональность. Хорошо, я буду тихо, стараться тихо, спокойно говорить. Вам не нравится ваша печень, вам не нравится состояние вашего желчного пузыря. Вы пьете желчегонные препараты. А сейчас появились доброходы, доктора, с дипломами, которые говорят, не хочется вам кушать с утра, не ешьте, не заставляйте себя есть. Дальше, по списку, не хочется вам купаться, не купайтесь. Не хочется вам трусы менять, не меняйте. А зачем вам белье менять каждый день? А зачем вам посуду менять каждый день? Если вы из одной и той же тарелки, можете есть каждый день одно и то же. Одно и то же. Обратите внимание, вот это вот одно и то же, вот эта монотонность, рекомендации, она и вызывает монотонность вашего мышления. Кого-то это обижает, хорошо. Кого-то это обижает, пусть обижает, продолжает. Но не успех, не успех и неудача терапии, они зачастую, как раз таки, связаны с тем, что вы не понимаете основных механизмов, которые происходят. Вам сказали, пейте желчегонно, а от чего это пить, для чего это пить, в каком состоянии находится ваш желчный пузырь, в каком состоянии находятся ваши холестерины. Вы знаете, например, о том, что с точки зрения общепризнанного протокола, будем говорить, англо-американского, англо-сакского протокола, англо-сакского протокола, нету указания на то, как мы можем по АСТ и ЛТ, как мы можем по липопротеидам высокой и низкой плотности определить, где живет человек. Вы знаете об этом? Вот, вы не знаете об этом. А мы с Татьяной Одиной об этом знаем. И знаем, когда нужно бороться с холестерином, и когда не нужно бороться с холестерином. И от чего возникают ранние коронарокардиосклерозы, от чего возникают ранние церебральные склерозы. Почему вот такой пандемической волной рак мозга, в буквальном смысле, рушится, обрушивается на человека. И почему неудачи, обратите внимание, восстановительная медицина все больше уходит своим креном в систему хирургической помощи. Шунтирование, 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 шунтирование. Мы не против шунтирования. Мы никак не против шунтирования. Но дело в том, что если есть обтурация, то есть закупорка тех или иных магистральных сосудов. Надо внимательно смотреть, насколько это отражается на вашей клинике. Насколько это отражается на тех или иных вашей состоятельности, ваших органов. Ну, наверное, что-то скомканно, Татьяна Владимировна. Вы меня поправьте. Виктор Владимирович, вы даете очень большое количество информации для людей думающих, которые хотят разобраться в своем состоянии. Поэтому мы можем только лишь предложить приходить на наши вебинары с этими вопросами. Будем на них отвечать. А чтобы мы формировали для вас более глубокие ответы, пожалуйста, ваши вопросы пишите здесь внизу в комментариях, под этим видео. И не забывайте регистрироваться и приходить на наши эфиры, на наши встречи, где мы с вами выполняем те самые упражнения, которые направлены на стабилизацию вашей жизни. На восстановление печени, желчного пузыря, отсюда липидного обмена, отсюда состояние сосудов. А кератомы и папилломы – это важные признаки, которые говорят нам о неблагополучии в этом отношении. Зачастую катастрофическом неблагополучии. На сегодняшний день до 87% населения планеты подвержены воздействию паразитарной инфекции под названием Helicobacter pylori. Развитие ее в организме создает условия для формирования онкопроцессов в желудке и кишечнике. Как предотвратить развитие Helicobacter pylori на организм человека. Об этом мы будем подробно говорить на нашем эфире. Антипаразитарная помощь 24 на 7 для всей семьи. Ссылка регистрации находится в описании под этим видео. Эфир бесплатный. Регистрируйтесь, приходите, покажем вам безопасные приемы, ответим на ваши вопросы. Уважаемые зрители, уважаемые коллеги, обращайте внимание на локализацию кератому, обращайте внимание на локализацию папилломовируса, обращайте внимание на те пигментные пятна, извините за тавтологию, то есть за повторение. Где они, на какой части тела у вас располагаются. Это очень важно с точки зрения диагностики, это очень важно с точки зрения поддержания именно региональности обмена. Помните, пожалуйста, об этом. Помните, пожалуйста, об этом, что региональная медицина, понимаете, вот у нас, Сатьяна Владимировна, вот лично у меня, как я привык с армейских времен говорить, остатки волос ставят на голове. Когда я слышу заявление, я прошу прощения за тональность, о том, что появляется новый вид медицины. Мы вчера Сатьяна Владимировна для себя с огромным удивлением узнали, что появилось... Виктор Владимирович, Бог с ними, это их ответственность перед своей профессией, Господом Богом. Мы же приглашаем на наши эфиры, вот скоро стартует антипаразитарный эфир, пожалуйста, приходите, поймете, разберетесь, какое место паразиты занимают в патологиях печени и желчного пузыря, а только желчи в целом, и как знаки на теле помогут нам в этом разобраться. Поэтому регистрируйтесь, приходите. Ссылочка под этим видео, ссылочка в прикрепленном комментарии, не пропускайте нашу информацию, не пропускайте наши эфиры, потому что, извините за банальность, предупреждены, значит вооружены. Будьте здоровы!